ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Песня «Симон» Продолжение следует... Песня «Симон» Продолжение следует... Ему святая кровь... Мир вам, сестры, братья, я приветствую вас! И сразу же передаю приветствие от церквей Кубани. Наверное, кто-то, может, был, кто-то слышал. Есть такая область или такой район на юге России, Краснодарский край, Республика Адыгея. Город Краснодар и город Майкоп. И я живу в городе Майкопе. Являюсь пастыром церкви. Хотя у меня корни белорусские. Наверное, как и у какой-то части из вас, но уже последних 36 лет я живу в России. И оказался там, потому что Бог сказал в 78-м году, было слово от Господа, и я поехал туда, где никого никогда не знал и никогда в жизни не был. Сегодня я понимаю, что это было начало того Божьего плана для моей судьбы, потому что там 35 лет назад я женился. Там родились все наши дети, 4 сына и 4 дочери. И там они образовали семьи. Я знаю, что все то, что делал в моей жизни Бог, оно, если и не всегда мне было понятно, но оно всегда соответствовало тому Божьему намерению, которое есть в отношении каждого из нас. А Божье намерение всегда по отношению к нам какие? Добрые или благие. Поэтому слава Ему! Слава Ему! Я могу говорить на русском языке, могу на украинском, на белорусском. Хотя это не иностранные языки. Наверное, в Америке было бы лучше, чтобы знал английский. Ну, я так понял, что если у тебя есть сильное желание, то ты можешь попасть в любую точку Америки, и даже не зная языка. Хотя, как я еще раз подчеркну, знать язык всегда хорошо той страны, где ты живешь. Сегодня то служение, которое Бог доверил мне, оно охватывает весь юг России. И наша церковь находится в Майкопе, и в этом году исполнилось 27 лет. И, кстати, тоже основание положили, ну, как бы в такую фазу уже активную переселенцы из Чернобыльской зоны, из Белоруссии. То есть я уже жил там, и вот Бог соединил нас для того, чтобы там начало свое служение церковь, в которой сегодня вместе с детьми, с молодежью, где-то 450 человек. И мы продолжаем делать ту работу, ради которой Бог оставил церковь на земле. У Бога есть две цели для каждого из нас, и главные цели, и главные цели для церкви. Какие они? Первое – это проповеди Евангелия для того, чтобы все люди спаслись. А что требуется для спасенного человека? Для спасенного человека, Бог говорит, чтобы все достигли познания истины. Не истины с маленькой буквы, которая определяется объемом знания или информации, которую ты обладаешь, или же знанием какой-то правды, но истины, которые есть Иисус Христос. Слава Ему! Потому что Он сказал, что Я есть путь и истина, и жизнь. И та истина, которая открывается в нашем сердцах, когда Бог приходит в нашу жизнь, она позволяет нам правильным образом и достойно жить на этой земле, представляя Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя, как нашего Небесного Отца, который продолжает вести всех нас к той славной встрече, которая будет для кого-то, может быть, в видимом образе, когда мы просто изменимся, а для кого-то это будет встреча уже после того, когда Он воскреснет. И так, как говорит Божье Слово, всегда с Господом будем. Сегодня у нас хлебопреломление. Это особый день в жизни каждого христианина. Я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями. Возможно, это поможет кому-то из вас улучшить качество вашей христианской жизни. Я сказал, вот та задача, которая поставлена Богом перед Церковью, которую Он обозначил в таких двух важных пунктах. Ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и, второе, достигли познания истины. Мы здесь для того, чтобы, особенно в такой день, когда совершается хлебопреломление, чтобы сделать анализ самому себе, чтобы посмотреть на каждый в своё сердце, проанализировать, и если Дух Святой будет показывать, что что-то нуждается в изменении, где-то необходимо покаяние, то это сделать для того, чтобы участие в хлебопреломлении было нам в благословении, не в осуждении. Евреям 12 глава. Евреям 12 глава. С первых, первые, я буду читать три стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Кто является для нас, христиан, важным в нашем следовании за Христом? Я верю в тот факт или та позиция, которую нам должно занимать и в центре этого положения, и этой позиции должен быть Иисус Христос. Здесь апостол говорит о том, чтобы мы помыслили. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание. И в первом послании к Коринфянам, когда читаем о хлебопреломлении, там сказаны также слова, чтобы мы рассуждали. И сказано, что и кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господне. То есть и пьет что? Осуждение. Поэтому сегодня, когда мы собраны с конкретной целью, именно с главной целью сегодня участвовать в хлебопреломлении, я хочу, чтобы мы проверили, является ли Иисус Христос центром моей жизни. Направлен ли всегда мой взгляд на Него? Потому что, если христианин отводит взгляд свой от Иисуса Христа, то он неизбежно встретит своим взглядом идолов. Мы так устроены люди, Бог нас создал такими, что мы должны всегда кому-то поклоняться. Если даже кто-то говорит, что я никому не поклоняюсь, я не говорю о людях в церкви, но наверняка вы встречали людей, которые утверждали, что я никому не поклоняюсь, я не признаю там, ну, как говорили когда-то в деревьях, говорят, ни Бога, ни черта не признаю никого, я сам себе и я никому не поклоняюсь, то этот человек поклонялся себе. Потому что мы так устроены. И Бог, возвращая нас к себе через Иисуса Христа, Он поставил перед каждым из нас, вот поставил перед каждым из нас выбор. Или ты следуешь за Иисусом Христом, и Он является центром твоей жизни, центром твоего поклонения, или же ты будешь постоянно спотыкаться. В первом стихе мы читаем такие, что свергнем с себя всякое время и запинающий нас грех. Что такое запинающий грех? Это грех, который постоянно повторяется в жизни человека, он сделал ее, он кается, потому что понимает грех, и он снова и снова. Основноглавная причина, почему это происходит в жизни человека, состоит в том, что где-то есть те корни, от которых он не отвязался, не обрезал прошлую жизнь, и он в какой-то области поклоняется не Богу. Здесь наверняка все люди, которые уже не один раз прочитали Библию, и вы знаете, что есть там одна такая история, что люди и идолов своих не оставили, и Богу небес поклонялись. Помните, да, такую историю? Иногда это бывает в жизни христианина. Да, он верит в Христа, он рожден свыше, но что там в его жизни осталось, что держит его, соединяясь с прошлым? Эти запинающие грехи, они требуют того, чтобы произошло очищение человека, через покаяние, отречение, и получение той истинной свободы, которая позволяет нам всегда держать наш взгляд на Иисусе Христе. Наши отношения к Иисусу Христу в нашей повседневной жизни не только здесь, когда мы собраны в церкви для совместного поклонения, но когда мы анализируем и смотрим на свою жизнь, то, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, нам важно смотреть, какое место он занимает в наших размышлениях, в моих словах и в моих делах. С кем вы больше всего проводите время в ваших мыслях, тот и будет влиять на вас, тот и будет формировать ваш характер, вашу веру и ваше отношение к Богу, к людям. Нельзя думать, что ваши мысли, которые постоянно, вот промышлительный процесс, который происходит в нашей голове, это что-то безобидное. Ну, подумаешь, я подумал о ком-то плохо, ну, подумаешь, я там кому-то позавидовал в мыслях, ну, подумаешь, я каким-то образом там что-то пожелал в мыслях просто. Это не безобидно. Это все то, что оскверняет человека и создает предпосылки для того, чтобы взгляд ушел от Иисуса Христа, а значит, встретил где-то идола. Который будет еще больше осквернять вашу жизнь, нашу жизнь. Поэтому вопрос, который для вас, нас немаловажен, как мы проводим свое время в мыслях? Потому что Христос сказал, что из сердца человеческое исходит все то, что может осквернить. А что такое? А сердце – это как раз та область, которая включает наш разум, нашу волю, нашу совесть. Что происходит в вашем мышлении сейчас, когда вы слушаете то, что я говорю, когда вы слушаете Слово Божье? Полностью ли вы находитесь здесь сегодня? Поэтому Божье Слово говорит, чтобы мы, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, помыслили о претерпевшем над собою поругание от грешников. Мое отношение к Иисусу Христу, оно сегодня позволяет мне иметь или же успех в духовной жизни, духовный рост, а значит и плод, и плод, который ожидает от Господь наш измененный характер, который, преобразуясь через взаимоотношения с Господом, становится подобным характеру Христа. И те спасенные души, которые через мою жизнь и свидетельство приходят к Спасителю. Сегодня время для того, чтобы мы могли задавая себе вопросы, получать над них ответы от Духа Святого. Какую часть жизни моей занимает Христос? И та победа, которую совершил Иисус Христос на Голгофском кресте над смертью, проклятием и адом. Она открыла мне возможность вернуться в дом Отца. В дом Небесного Отца и эта возможность сегодня есть у каждого. Я так вот начинаю говорить, я не знаю, есть ли среди вас неверующие люди, потому что у нас в церкви практически каждого в собрании бывают неверующие люди, и мы видим покаяние людей, которые приходят с мира и немножко возвращают церкви. Церковь, которая начата была 27 лет назад, она в начальный период состояла практически из людей, которые были уже христиане не в одном поколении. Сегодня церковь где-то процентов на 60 состоит из людей, христиане первого поколения, которые уверовали, приняли Христа, и некоторые из них никогда даже ни раньше ничего близко не знали ни о Боге, ни о спасении. Есть люди, которые может быть 5-7 лет назад были пьяницами, наркоманами, сегодня они уже служат. И у меня три зятя, христиане первого поколения, прекрасные парни, которые служат Господу. Поэтому когда есть такой плод в жизни, в жизни и служении церкви, это всегда радует и ободряет. Я верю не только нас, христиан, но и Господа, потому что Божье Слово говорит, что на небе есть радости больше об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Поэтому, друзья мои, я сегодня возвращаюсь уже к нам, хочу сказать, чтобы мы могли проверить, на кого устремлен мой взгляд, кто является по-настоящему центром жизни моей, о ком я больше всего размышляю в то время, которое отведено для меня, о ком я больше всего говорю, когда у меня есть, когда я общаюсь, и как мои дела, то есть моя практическая жизнь, отражает в себе образ Иисуса Христа. Христианство это прежде всего образ жизни, это не религиозное направление, это образ жизни, который Иисусу Христу предоставляется первое место. И когда мы участвуем в левопреломлении, это как раз тот момент, когда с особой ясностью нам важно, задавая себе вопросы вот того порядка, который сказал, получать уверенный для себя ответ, поддержанный Духом Святым. Левопреломление это момент, когда мы также можем с верою смотреть в будущее, потому что один из аспектов левопреломления состоит именно в том, что мы участвуем в левопреломлении, говорим в видимый мир и в невидимый духовный мир, что Иисус Христос не пришел, потому что Он сказал, что это творите в мое воспоминание, когда, доколе я приду. Когда мы участвуем в левопреломлении, берем хлеб и вино, мы этим самым говорим о том, что мы в правильных отношениях с Богом и с людьми. То есть мы утверждаем своим участием, что мы сопричастники тела Христова Его Церкви. Мы говорим, что мы являемся той частью Церкви, для которой важно быть в правильном положении пред Богом. Есть еще один аспект левопреломления, который заключается в том, что всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Что это значит? Иногда говорят воспоминание, но там именно стоит слово возвещаете своим действием или своей жизнью, присутствием Божьей жизни в нас мы возвещаем, что та смерть Господа Иисуса Христа, которая была на Голгофском кресте уже 2000 лет назад почти, она и сегодня имеет силу разрушать грех и проклятие и благодаря этой смерти, благодаря этой Голгофской жертве была заплачена цена Божьему правосудию и справедливости и эта жертва на сегодня способна выводить людей из греха и проклятия. слава Господу вот именно возвещаем каждый спасенный человек он сегодня может стать и сказать вот посмотрите на меня мы когда проводим вот такие годовые годовщины церкви мы часто приглашаем людей которые были в прошлом с плохой биографией бывшие наркоманы пьяницы люди исковерканной судьбы у нас один член церкви есть который из своих 50 на тот момент двух лет 32 года просидел в тюрьме и когда мы готовили разговаривали беседа была перед тем как он принимал крещение говорит братья чудо уже то что я два года на свободе подряд у него никогда не было времени больше чем там может быть год и он снова уходил зону сегодня он наш брат член церкви женился то есть вот эти люди а также и люди которые может быть никогда ничего плохого не делали но они приняли Христа в действии всю жизнь жили и верно следовали за Христом все эти люди они возвещают посмотрите на нас посмотрите на нас мы свидетели того что жертва Иисуса Христа сегодня работает слава Богу что жертва Иисуса Христа сегодня достаточна для того чтобы всякий грешник мог принести свой грех и сложить к ногам Господа Иисуса Христа и получить прощение мы сегодня имея эту возможность разделять общение еще раз будем как говорит Слово Божие помыслите о претерпевшем такое над собою поругание для чего чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими те жизненные трудности через которые мы проходим они они ставят нас в сложные условия которые приводят к тому что порой начинает колебаться вера человек начинает двоиться может быть тянет его пойти где-то на компромисс с совестью где-то ему кажется что те трудности которые посылаются ему в жизни они гораздо тяжелее чем он может их понести то здесь апостол говорит помыслите давайте мы сегодня помыслим те люди которые может проходят сегодня трудные времена им кажется что никого рядом нету помыслите о Христе и знайте что он никогда не оставил своих детей в стороне не оставался в стороне и не оставил их в стороне когда они проходят трудные времена если кто-то приходит времена успеха и времена благополучия и у Него все хорошо, помыслите, что вы имеете это благодаря тому, что там было заплачено на Голгофском кресте, принесена эта жертва, которая сегодня дает нам право пользоваться Божьей свободой для того, чтобы жить, прославлять Бога, побеждать и быть устремленными в вечность. Помыслите и пусть идти в последующее время, которое мы будем здесь, оно будет временем размышления. Кто для меня Иисус Христос сегодня в моей реальной жизни? Насколько Ему посвящено все то, что я имею и чем я пользуюсь? Насколько я устремлен сегодня к Нему? Помоги нам Господь, чтобы мы сегодня могли принять служение Духа Святого настолько, чтобы ушли с этого места с чем-то новым, полезным, важным и нужным. Чтобы дальше, когда начинается наша жизнь и служение в этом мире, тот свет, который есть в нас, свет Божьей любви, он мог касаться тех людей, с которыми пресекается наша жизнь. Чтобы этот свет Божьей любви, он мог приносить в ту тьму, которая и так много вокруг нас, лучик надежды. Это можете сделать каждый из вас. Все те, которые имеют в себе жизнь Божью. В жизни которых Христос занимает центральное место. Помоги нам Господь. Давайте мы сейчас помолимся. И веримся Духу Святому, чтобы Божья работа, она продолжилась с нами. Божья мои, Божья мои, Божья мои. Субтитры подогнал «Симон» 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 что приготовил Бог любящим его. А теперь представьте, мои дорогие братья и сестры, представьте себе, что вы, вот вы не просто на небесах, окруженные этой славой, а может быть просто где-то, вот даже в свое путешествие хотя бы взял вас, или же просто усыновил кого-то из присутствующих нас, ну наш президент, или какой-то король вот какого-то государства, они еще сохранились, есть такое, и создали вам такие хотя бы приблизительные условия, о которых мы прочитали. Вы пожили в этих условиях какое-то длительное время, они прекрасные. На ум не приходило вам никогда, вы не жили в таких условиях. И вот среди, в какой-то момент, среди этих условий вам предлагается выехать, к примеру, в Африку. именно там, где сейчас бушует эта эпидемия, выехать и посвятить свою жизнь для борьбы с этой эболой, с этой эпидемией. Как бы вы себя чувствовали с тех условий, в которые бы вы находились? Как бы вы долго взвешивали, даже если вы сильно любите этот народ, мои дорогие друзья, как бы вы себя некомфортно чувствовали? Братья и сестры, дорогая церковь. Это пример очень примитивный, который я привел. Это жизненный пример. Но сегодня, сегодня, когда вы представили себя, если бы вдруг случилось такое, сейчас, пожалуйста, порассуждайте о вашем Спасителе, о Господе Иисусе, который услышал возглас своего Отца. Кого нам послать для них? То есть для нас, африканцев, русских, украинцев, кого нам послать? И Бог заведомо знал, что будет твориться в этом мире, что они не будут с каждым годом все лучше и лучше. Они будут деградировать, они будут падать морально, духовно. Дорогие друзья, все ниже и ниже и ниже. Он знал. Он знал. Но Он ожидал, кого нам послать. И вот Он, который жил в этих условиях, которых я прочитал, давайте еще раз прочитаем, их не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. брат и сестра, а его сын жил в этих условиях на момент, чтобы принять решение сойти на эту землю, на момент, чтобы принять решение умереть за меня, умереть за тебя, мой брат и сестра. Он жил в этих условиях. Он был единородным у своего Отца. И он дает свое согласие. Вот я. Пошли меня. Брат и сестра, разумеешь ли, до конца, на сколько процентов мы понимаем, что случилось, мы понимаем, какую цену уплатил твой и мой Спаситель за то, чтобы я по-особенному трепетал, когда наши служители принесут при лицо мое перед мой выбор кусочки поломанного хлеба. Я равнодушно так взял его и послал свою внутренность, и я увидел в этом кусочке ломимое чело, моего Спасителя. Я увидел эту плату, эту цену, которую Он уплатил за меня, чтобы я раз вместе с вами имел эту вечную надежду жить там вместе с Иисусом не год, не два, бесконечно, вечно с Ним пребывал. брат и сестра. Это великое благословение, которое Бог даровал через Своего инородного Сына. Но вопрос звучит в том, как ценим мы им и Его спасением. Ценим ли мы? Ты скажешь, конечно, но как часто, но как часто ты стоишь перед выбором, зная, что сегодня будет воспоминание страданий Господа Иисуса, как многие братья и сестры сегодня нашли какую-либо причину и находят, и находили прежде причины, чтобы не участвовать. Причины, потому что страшно, потому что знают, что оно бесследно не проходит. мое участие, твое участие, оно бесследно не проходит для твоей души и духа, и тела твоего. Оно бесследно не приходит. Что-то оно приносит. То ли приносит оно жизнь, чтобы нормально светить, чтобы нормально осолять, чтобы нормально, мои братья и сестры, готовиться к вечности, не гребсти все под себя, не забирать за этот короткий отрезок моей жизни все успеть, все подрести под себя. Нет, не для этой цели Отец Небесный посылал своего единонародного Сына. Он посылал с тем, с такой целью, чтобы, мои дорогие, возлюбленные Господом, братья и сестры, Он был еще таким для тебя и меня. Евреям читаем 9 глава из 24 стиха такое место Священного Писания. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное Святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстоять ныне за нас при лицо Божие». Брат и сестра, Он оставил эти хоры ангелов. Он, который знал, что ожидает его с этих вифлеемских ясель, Он знал, что значит не только его родителям этим земным не найти места для нормального ночлега. Он знал, мои дорогие друзья, что у него не будет нормальных даже условий, чтобы обмыть его после родов. Он знал, что невозможно будет по тому еврейскому обычаю осолить его и так далее. Он знал, что Он однажды скажет, лисыцы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а сыну человеческому негде глаз, негде головы преклонить. Он знал, что у него будет такое время. И это не год, мои дорогие братья и сестры, его служение было заключенное в том, у него была цель. То есть он видел это потомство долговечное. Он видел всех сидящих в этом зале. Он видит тех, которые будут смотреть наше служение по интернету. Он видит всех нас, дорогие мои братья и сестры, и будет видеть, сколько еще будет существовать церковь на этой земле. Он знает состав наш. Он знает, как мы относимся к тому, что он оставил для своей возлюбленной церкви. Он знает, как я ценю теми немногими запобедями, которые оставил он ради меня и ради тебя. Поэтому, дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры, Бог да благословит нас думать о себе правильно. Как написано Римлянам 12.3, по данной мне благодати, не думайте о себе более, нежели должно думать. И возлюбленные в следующее место прочитаем записанное у Евангелия от Иоанна. Это место, которое звучит моему и вашему сердцу, дорогие друзья, весьма, весьма серьезно. Пусть прославится через это наш Господь и благословит всех нас. Читаю из 6 главы 53 и 54 стихи, 6 глава Евангелия от Иоанна, 53-54. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеют жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Истинно, истинно, говорит твой и мой Спаситель, твоей и моей Душе, брат и сестра, как отнесусь я к этой святыни. Это не традиция, еще раз повторяю, это уже второй раз за сегодняшний день. Мой брат и сестра, сегодня не наши служители только будут наблюдать, как бережно вы берете эту святыню, и как вы относитесь. Они глазами только будут видеть, если что-то не отвечает их, но есть некто, невидимый твоему и моему взору. Мой брат и сестра, который весьма тщательно наблюдает, и у него пишется памятная книга. Слышишь, брат, сестра, у него достаточно силы, чтобы все запечатлеть, и не только наружное мое отношение к нему, но и внутреннее движение моих мыслей, моих чувств твоих, брат и сестра, как отнесусь к этому. Итак, Он, мы прочитали, Он не просто вознесся, совершил все ради меня и ради моего и твоего спасения, брат и сестра, но Он вошел на небеса, чтобы там быть этим первосвященником, и предстоять ради нас. Слава Ему! Он не просто равнодушно сегодня наслаждается, находясь одесную Отца своего, что совершил этот великий подвиг спасения, но Он хочет смотреть на подвиг души своей с довольством. Кто принесет Ему это довольство? Я, ты, мой брат и сестра, в каком случае, если неравнодушным буду, но всем сердцем буду участвовать, всем своим естеством рассмотрю этот кусочек прежде. Подождет служитель, мой брат и сестра, у нас достаточно времени, задержи чашу и посмотри внутрь ее и представь ради тебя. Это будет символ в той чаше, что ради тебя и кровь, и вода и стекли из него и прославь ее, его, за то, что Он совершил ради тебя. Этого, возлюбленные, я очень прошу, давайте сейчас прежде прославим его святое чудное имя в нашей молитве, а затем послушаем наставление, как это сделал Иисус и будем совершать. Отец, твоя возлюбленная церковь, те, которые однажды вступили в завет с тобою, они сейчас в страхе и трепете перед величием твоим святым. Они нуждаются перед тобою, чтобы то, что мы будем сейчас совершать, это принесло нам жизнь, это принесло нам благословение, Господи, Божий сил, и все то, что ты заключил, тогда, когда народ твой исполняет это в страхе и трепете, сделай это, Дух Святой, управи нашими чувствами, управи нашими всеми намерениями, Господи, пусть будут они сконцентрированы на этой заповеди, и через это пусть велико прославится Твое имя, все это просим во имя Иисуса, Аминь, Аминь. Аминь. Читаю Евангелие от Матфея, 26 глава, из 26 стиха. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Аминь. 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 Дорогой возлюбленный Господом брат и сестра, по примеру Господа нашего Иисуса я держу этот обыкновенный хлеб, но не по обыкновению, а искренне давайте помолимся, чтобы тот, который благословил в руках Его Сына, Отец Небесный, благословил Его тот хлеб, и ученики были благословенны, благословил я тот хлеб по нашей молитве. Молимся. Отец, ты не только Отец Израиля, тех, которые по обетованию твои сыновья и дочеря, но ты и наш, слава тебе, ты наш Отец, и еще дверь спасения, она открыта, хвала тебе, и мы благодарим тебя, что не только на Кубани, но Господи Божий сил, во многих других местах весь спасение ширится, и приходят, приходят, и будут приходить еще, потому что дверь спасения открыта, слава тебе, ты и наш Отец, мы славим тебя за твоего Сына, и все, что Он совершил ради нашего спасения, и мы молим и просим тебя, как в руках твоего возлюбленного единородного Сына ты благословил хлеб, так ныне благослови и этот, освети, и даруй нам преломить, разделить между собой, как ломимое тело твое, во всем прославляя тебя, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.